добрый день минувшая неделя в общем подтвердила мой прогноз высказанный в прошлом трейдерском блоге и мы видим аккуратное перерастание подъема в явное ралли то есть в этой версии я укрепляюсь и что любопытно несмотря на то что подавляющее большинство биржевых стаканов показывает что 80 90 минимум 70 с хвостом процентов инвесторов во фьючерсах тех или иных индексов стоят на шарты индексы продолжают расти и мы увидели несколько исторических рекордов одновременно это рекорд стандарт пурса это рекорд французского индекса как и это рекорд доу джонса я буквально три дня назад записывал видео которое еще не вышло в эфир где высказывал как мне показалось в кавычках крамольную мысль о том что доу джонс не только не развернется но и пойдет к новой исторической психологически значимой цифре 28 тысяч пунктов но сегодня эта мысль а к сожалению для меня то есть три дня назад успел бы войти в эфир был бы интересным прогнозистом а сегодня что называется капитан очевидность сегодня это мы перестает быть крамольный то есть доу джонс ну де-факто уже взял эту планку этот рост попадает в явный зазор с прогнозами очень многих аналитиков и экспертов особенно тех кто традиционно стоял а в эти дни усиливает битье в набат относительно будущего обвала более того мы увидели и на российском рынке совершенно за которым я почти не слежу ввиду того что очень мало инструментов в моем портфеле российских но тем не менее совершенно сногсшибательные результаты которые частично вызваны тем что российский рынок растет вслед за ул-стрит а частично тем что в этом году подавляющее большинство российских компаний наверное впервые показали вкусные дивиденды если раньше этим отличался лукойлы и еще несколько эмитентов то в этом году российские компании оказались очень щедры на дивиденды и как отмечают эксперты сегодня российские инвесторы все чаще обращают внимание на рынок отечественных бумаг не только потому что рассчитывают на спекулятивную доходность то есть на ценовой рост самой акции но и потому что дивиденды по многим позициям становятся совершенно явно вкуснее банковских депозитов с точки зрения развития отечественного инвестора наверное это очень славно но я вернусь все-таки к западным рынком из которых состоит 99,9 моего портфеля на что на мой взгляд следует обратить внимание первое я уже говорил буквально наверное две недели назад в блоге который писался в париже поэтому наверное под впечатлением от каких-то европейских реалий что европейский рынок несмотря на такую достаточно проблемную статистику из германии выглядит далеко не стагнирующим рынком в отличие скажем от японского и несколько бумаг уже тогда в моем портфеле европейских показали достаточно серьезный рост в частности бумаги скандинавские вот и здесь состоялось несколько рекордов и я докупил и не жалею единственный пожалуй не самый убедительный шаг в этом направлении это то что я вошел в акции nokia она по-прежнему стоят на месте мы наблюдаем рост бмв мы наблюдаем стагнацию полюс ганзи и мы наблюдаем рост целого пула европейских бумаг как кстати американских на днях был поставлен рекорд например по одному из моих любимых инструментов который давно в моем портфеле изначально позеленел и продолжает зеленеть как какой-нибудь австралийский эвкалипт в сухую погоду это уолд дисней напомню что уолд дисней как в старом какой-то поговорке было это не только ценный мех но и 5-6 килограммов питательного легко усвояемого мяса уолд дисней это не только любимые мультики миллионов но и довольно знаковая вещь поскольку он входит в доу джонс при этом мы видим забавную ситуацию при которой рост акции либо айтишного сегмента либо сегмента производственного либо сервисного значительно в целом обгоняет рост по группе больших банков как американских так и европейских и если в былые какие-то исторические периоды относительно недавние как правило банки были либо лидерами либо в числе лидеров роста фондового рынка то сейчас несмотря на все эти рекорды они в числе аутсайдеров единственное что я затрудняюсь сказать это хорошо это или плохо то ли биг банки как я уже раз пять наверное говорил и надоел с этим являются вот такой зоной тревожной индикации будущего кризиса или будущих кризисных явлений то ли наоборот это очень здоровое явление при котором не происходит преимущественного роста оборота денег а происходит преимущественный рост бумаг тех кто что-то реально производит кого-то куда-то везет и какие-то услуги кому-то оказывают то есть той самой экономики который можно пощупать руками и которая когда растет гораздо ближе душе любого инвестора особенно отечественного поскольку в нас сидит миф о пузырях а пузыри возникаются прежде всего там где как бы ничего не делается кроме денег так вот сегодня такого пузыря на рынке не возникает явно и это укрепляет меня в еще одном прогнозе который осторожно начал высказывать на еще в начале осени что возможно мы не только имеем перенос потенциальный в кавычках даты кризиса но возможно мы имеем в двадцатом году вообще полное отсутствие кризиса а скорее рост проблемный с различными отклонениями но рост буквально на днях состоялась конференция на ауфор на котором наши отечественные представители лидеры фондового рынка говорили о том что предстоит трудный год но вот эта мысль она наверное более российская чем общемировая по двум причинам первое во первых если вы в россии скажете что нам присоедет трудный год то вы никогда не ошибетесь и сойдете за очень точного прогнозиста а второе потому что все-таки идея о том что кризис будет новом году остается доминирующий так что пожалуй я рискну и попробую выступить не очень модный позитивный кассандрой которая говорит инвесторам настраивайтесь на бычьи тренды правда с высокой волатильностью в новом 2020 году кстати о прогнозах не так давно я в каждом трейдерском блоге подвожу итоги статистики прибыльных и убыточных сделок с начала года честно говоря с точки зрения строго законов трейдерства это не есть хорошо потому что здесь возникает некий такой спортивный эффект ну действительно мне вот интересно показывать не только результат в долларах и рублях но и такой красивый статистический результат и недавно под одним из моих отчетов возник комментарий так не бывает немножко обидный потому что я об этом говорю мне говорят так не бывает значит подразумевается что я вру мы в россии как-то живем в привычных реалиях что если речь идет о финансах то конечно же все врут мне достаточно трудно доказать что я не вру но такая возможность существует потому что на платформе и тора публичного социального трейдинга где собственно расположена львиной доля моего инвестиционного портфеля вся статистика абсолютно открыта и если уж вам не жаль что называется времени и внимание то вы можете по любому трейдеру по по любому популярному инвестору который торгует на это открыть вообще сводку всех сделок за очень долгий период например моих в данном случае за последний год и с карандашом в руках посчитать сколько было закрыто прибыльных и сколько убыточных это как бы формальный ответ на утверждение что так не бывает а что касается что так бывает да так бывает это кстати не значит что какой-то сногсшибательный финансовые результаты дает потому что очень многие сделки позеленевшие я закрываю с очень малой прибылью если перестаю верить в высоко верить в потенциал их роста бывает так что прогнозы почти всегда сбываются бывает это только в одном случае если вы отреклись от намерения стоять на какой-то точке зрения если вы не носитесь как дворовая дворняга со своими убеждениями как с костью рычите на всех кто на них посягает и не отстаивайте свои убеждения по самой банальной причине если же ваш прогноз строится не из желания отстоять свою точку зрения или какую-то свою идеологию или просто быть выглядеть непогрешимым то вероятность что высок процесс если вы еще к тому же смотрите на мир не непредвзятыми глазами то вероятность что вы сделаете точный прогноз очень высока гораздо выше чем вот эта знаменитая 50-50 и давайте попробуем проверить у нас как всегда осень и я так смело даю прогноз что окончательный снежный покров в москве ляжет вечером или ночью 29 ноября или 30 ноября так что буквально через несколько дней все скептики могут проверить ну в данном случае в ман на моем примере насколько финансовые аналитики ошибаются если они исходят из просто своего умения наблюдать жизнь извините за такое рекламное отклонение тем более что 30 ноября либо но полностью оправдана либо можно писать ха 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 и вернемся к рынку ман на моем канале Вернемся к рынку. Что было интересного на последней неделе на рынке? Ну, во-первых, лично для меня стало очень забавным ответом на некоторые мои размышления. Это к вопросу об ошибках. Информация о том, что китайцы легко прочитывают Трампа и желают его второго срока. Буквально один или два блога назад я говорил о том, что вижу в китайских заявлениях по поводу текущих торговых переговоров мысль о том, что мы готовы договориться, но не обязательно договариваться с Трампом. Можно это сделать со следующим президентом. И вот здесь тот случай, когда я явно ошибся, потому что буквально через несколько дней после этого прозвучала такая информация. Я на секунду отвлекусь от собственной персоны и давайте посмотрим короткое видео, наше видео к порталу Финверсия ТВ на этот счет. И, наконец, первое место нашего рейтинга заняла новость, которая нас несколько удивила. Несмотря на все сложности в отношениях США, руководство Китая желает видеть Дональда Трампа президентом этой страны и в следующем четырехлетнем сроке. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Поднебесной. Дональд Трамп, чья торговая война с Китаем перевернула глобальные цепочки поставок и поставила под угрозу экономический рост в мире, будет приветствоваться в качестве президента, потому что его легче читать, чем других американских политиков. Ежедневные посты президента США в Твиттере транслируют каждое его высказывание 67 миллионам подписчикам по всему миру, что делает его предсказуемым, считает Лонг Юнту, бывший вице-министр внешней торговли и переговорщик во времена 15-летних попыток Китая вступления в ВТО. «Мы хотим, чтобы Трамп был переизбран, мы были бы рады увидеть это», – заявил Лонг на инвестиционной конференции Credit Suisse в китайском Шэньчжэне. Несмотря на свое непостоянство, Трамп является прозрачным и реалистичным переговорщиком, который обеспокоен только материальными интересами, такими как принуждение Китая импортировать больше американских товаров. По этим пунктам Пекин может пойти на компромисс, – выразил уверенность Лонг. «В отличие от своих предшественников, Трамп не конфликтует с Китаем по таким актуальным геополитическим вопросам, как Тайвань или Гонконг, где у Пекина мало возможностей для маневра», – сказал Лонг, который сейчас возглавляет Центр Китая и глобализации в Пекине. Вопреки тому, что думают многие политики и лидеры бизнеса, Лонг не верит, что администрация Трампа фундаментально изменила свой подход к Китаю. «Торговые трения являются лишь частью глобальной протекционистской стратегии Трампа», – полагает он. По словам Лонга, Китай неоднократно заявлял, что не намерен оспаривать гегемонию США, и у Соединенных Штатов есть основания уважать Китая как державу номер два с огромным рынком, который невозможно игнорировать. Лонг испытывает оптимизм по поводу того, что две страны скоро достигнут торгового соглашения, так как в интересах Поднебесной увеличить импорт, чтобы стать торговой сверхдержавой. По его словам, Пекин быстро пошел на смягчение правил в отношении совместных предприятий и полностью мотивирован на то, чтобы усилить защиту интеллектуальной собственности, поскольку она становится более инновационной. По мнению Лонга, нападки Штатов на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies и другие технологические фирмы окажутся бесплодными, поскольку обе страны уже глубоко укоренились в глобальной цепочке поставок и зависят друг от друга. Между тем, ВТО также нуждается в реформировании, чтобы многосторонние торговые переговоры снова стали актуальными во времена растущего протекционизма, сказал Лонг. ВТО должна повысить свой авторитет и эффективность в решении торговых споров, считает китайский эксперт. Еще одна, на мой взгляд, очень важная для инвестора вещь, которая произошла на этой неделе, публикация, ну вернее вещь, которая отражена, естественно, в публикации, это информация о том, что Германия остается на грани рецессии, потому что показатель по третьему кварталу германской экономики, прирост 0,1%, это, конечно, для такой точной выверенной экономики, в отличие от нашей российской, это, конечно, нельзя назвать статистической погрешностью, но близко к тому. Соответственно, это как минимум означает, кстати, входит в явное противоречие с моим утверждением, что потенциал европейского рынка далеко не исчерпан. Посмотрим, кто кого, что называется, но это явно означает, что в ближайшие месяцы любая отчетность по германской экономике, и среди них, наверное, стоит особенно подчеркнуть, что отчеты Института ЗЕВ будут очень важны для рынка, и рынок очень будет чувствительно реагировать на эту отчетность. Так что, я думаю, в декабре, ну и больше всего, конечно же, в январе, в феврале, когда будут подводиться итоги четвертого квартала и 2019 года в целом, конечно же, вот эта вот германская статистика будет очень важна и многое определить в настроениях инвесторов на рынке. Еще одна публикация, на которую я хотел бы обратить внимание, публикация, инициатором которой я стал сам, мой коллега по редакции порталов Инверсия Федор Чайко по моей просьбе сделал специальный обзор о том, чем, собственно, заканчиваются пресловутые IPO. Дело в том, что тема IPO широко распиарена, и явно превратилась в маркетинговый инструмент привлечения не самых опытных, но достаточно широких масс инвесторов в те или иные ценные бумаги. При этом маркетинг традиционно все упрощает, и поэтому, если упрощать информационный посыл, связанный с тем или иным IPO, причем, неважно, отечественный это или зарубежный, то смысл такой, скоро IPO, быстрее покупайте, все подорожает. Мой коллега Федор Чайко в своем обзоре проанализировал ситуацию с последними крупнейшими IPO на инвестиционном рынке. Основной вывод содержится буквально в первой строчке, вернее, даже в заголовке самого материала. 10 из 17 IPO IT-гигантов, а как правило, именно в области IT-индустрии IPO моднее всего, попросту провалились. За основу взят обзор крупнейших IPO с начала 2010 года, то есть можно сказать, что это итоги целого десятилетия. И только 7 компаниям, соответственно, после IPO удалось показать рост своих акций. Мы сделали такой обзор, полностью вы с ним можете ознакомиться на портале финверсия. Я думаю, что это хорошая информация для размышления, для инвесторов, которые думают об участии в IPO. И буквально вслед за ним, в подтверждении этой мысли, еще две любопытные информации. Во-первых, информация о том, что Peloton упал ниже цены IPO, когда дебютировал на Уолл-стрит, то есть это подтверждает то, что я давно думал об IPO. И, во-вторых, известие о том, что Viverg заявил об отзыве своей заявки на IPO. Почему я об этом говорю отдельно? Опять же, потому что очень часто уж слишком банально, лобово воспринимается, что вот IPO и надо входить. И даже мои друзья и знакомые часто спрашивают, что скоро будет IPO. Во-вторых, потому что я несколько раз экспериментировал и накануне IPO делал шорт на акции. Так было в этом году, например, с акциями накануне IPO компании Uber. И что печально, наверное, в целом для рынка, что каждый раз я на этих шортах выигрывал. Так что про IPO я могу сказать только одно. Меня опять терзают смутные сомнения. У шпака магнитофон, у посла медальон. Ну и наконец, собственно, мы, к сожалению, обладаем в России короткой памятью. И забываем, наверное, главный пример из нашей собственной истории. Это пресловутое народное размещение, то есть то же самое IPO, ВТБ, после которого через несколько лет пришлось объявлять обратный выкуп акций. Настолько неуспешным было это размещение. Мой совет, особенно начинающим инвесторам, простой. IPO бывает интересным моментом для того, чтобы войти в акцию, но не воспринимайте этот момент как однозначный драйвер повышения. Ситуация может развернуться в противоположную сторону. И по статистике в большинстве случаев именно в противоположную сторону и разворачивается. У меня у самого на этой неделе несколько есть такое понятие смешное. Психологически значимые цифры. Я, честно говоря, думаю, что самая действительно психологически значимая цифра, это когда тебе наступает 90 лет. Но, тем не менее, мы, видимо, так устроены люди, что какие-то круглые цифры воспринимаем как психологически значимые. Вот у меня наступило в рамках моего трейдинга в этом году несколько таких психологически значимых цифр. Во-первых, моя прибыль с начала года достигла 40%. Ну, почти достигла, но давайте округлим. Мы будем считать, что это психологически значимая цифра. Во-вторых, число копировщиков моих на платформе ETHOR достигло 50%. Однозначно психологически значимая цифра. В-третьих, я попал в топ-200 самых копируемых трейдеров на платформе ETHOR, на которой сегодня торгуют 450 тысяч человек по всему миру. И я вошел в топ-100 самых прибыльных популярных инвесторов ETHOR. Это такая была минутка самовосхваления. В любом случае, попытаюсь до конца года сохранить и укрепить эти позиции. А теперь, собственно, о том, что нас ждет до этого самого конца года. На мой взгляд, мы в ближайшее время можем ожидать все-таки продолжения подъема, как я говорил, переход в ралли. Но при этом мы видим, что дифференциал движения различных инструментов становится все выше и выше. Иными словами, одни бумаги сегодня берут исторические рекорды, а другие доходят до исторического минимума. Поэтому те, кто берет на вооружение бычий тренд, не может брать его, что называется, мелким или крупным оптом. По каждой бумаге надо смотреть. И открывая сегодня сделки, я бы советовал в обязательном порядке смотреть на графики. Не входите ли вы на пике. И даже если это не последний пик, может быть, иногда бы сдержаться. Во-вторых, жестко диверсифицироваться. Это главное спасение от тех бумаг, которые вы случайно зацепите, а они пойдут как раз-таки к историческому антирекорду. И в-третьих, все-таки пользоваться таким сервисом, как консенсус прогноз аналитиков основных финансовых компаний мира. Еще один тренд, который, наверное, надо отметить. Мы можем ожидать повышения нефти, на мой взгляд. И я думаю, что 60 долларов за баррель на сегодня вполне реальный рубеж, который может нефть достичь в этом году. Но при этом я не предполагаю значительного снижения золота. И думаю, что оно останется где-то в районе минимум 1450 долларов за унцию. Мне сейчас очень трудно говорить, потому что я сижу в одном кабинете с моей коллегой Юлией Ухановой, которая тоже является трейдером ЕТОРа. И как только я говорю, что золото существенно не снизится, она скептически улыбается. А мне даже невозможно отвернуться от камеры и вот погрозить их чем-нибудь. Потому что не будет золото падать. Я так думаю. Ну и последний момент. Всю осень сбывается мой прогноз, что криптовалюты вошли в эпоху унылого боковика, который скорее склонен к снижению, чем к повышению. Осень подтвердила мой прогноз, хотя я принципиально воздерживаюсь от операций с криптовалютами. Я думаю, что примерно так и будет продолжаться в ближайшее время. А в декабре, напротив, мы можем увидеть неожиданный прыжок криптовалют вверх. Но я не думаю, что этот прыжок будет сколь-либо значимым. И что биткоин может всерьез оторваться намного выше уровня 10 тысяч долларов за биткоин. Поэтому, опять же, здесь мой совет остается неизменным. Либо воздерживайтесь от работы с криптовалютами, либо работайте с ними так, чтобы не возлагать на них надежды на какое-то моментальное обогащение и на какой-то бешеный хайп. Уверен, что хайпа с криптовалютами уже не будет. Вот, наверное, основные размышления на рубеже двух инвестиционных недель. А теперь, по традиции, в финале давайте посмотрим, что нас ждет на будущей неделе с точки зрения публикации статистики. Понедельник, 18 ноября, отличается тем, что нас не ждет практически ничего. И значимых более-менее событий – это выступление вице-президента Евроцентробанка Дегиндеса. Ну и вслед за ним выступит представитель ЕЦБ Лейн. Наверное, это две более-менее существенные детали на понедельник, особенно с учетом смены главы ЕЦБ. Во вторник, 19 ноября, статистики не так уж много. Росыпью идет статистика различных европейских стран. И такой традиционно интересный показатель в Соединенных Штатах будет опубликован как «Динамика разрешений на строительство». Напомню банальную вещь, что, как правило, рост числа разрешений на строительство воспринимается рынком как некая заявка на уверенность участников американской экономики в ее дальнейшем росте. А вечером этого дня состоится выступление представителя Банка Канады. Среда, 20 ноября, достаточно спокойный день. Много японской статистики. Опять же, европейская идет общей россыпью. В Америке будет опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Поэтому, с точки зрения американского рынка, это, наверное, да и всего мирового, это, наверное, самое значимое событие среды. И, собственно, все. В четверг, 21 ноября, россыпью идет статистика азиатско-тихоокеанского и европейского регионов. Ну и традиционно довольно значимый индикатор американской экономики. Это число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Ну и, наконец, в пятницу, 22 ноября, помимо достаточно текущей статистики, очень важное событие выступления нового главы Европейского центра банка Кристин Лагард. Да, и в пятницу же будет опубликован традиционно значимый индекс деловой активности маркет-германский индекс. А с учетом того, что я уже говорил о германской статистике, внимание к нему будет чуть выше обычного. Ну вот, пожалуй, и все. А с более подробным экономическим календарем, с прогнозами по тем или иным индикаторам, а по мере наступления этого дня и часа и с фактическим исполнением вы можете ознакомиться на нашем портале Финверсия. Ну, во всяком случае, экономический календарь у нас это то, чем я точно горжусь. Мне кажется, он удобен и очень надеюсь, что многим трейдерам и инвесторам он будет в помощь. Что касается статистики будущей недели, это все. А в финале, я, по-моему, прощаюсь третий раз, но на фоне того, сколько раз давал последний концерт Пугачева, это, мне кажется, не страшно совершенно. В финале я бы хотел напомнить, что часто спрашивают об идеологии вообще автокопирования сделок, автоследования. И на эту тему команда ETOR, на платформе которой находится большая часть моего портфеля, сделала со мной интервью. Я надеюсь, что говорили мы о системе автокопирования, как, впрочем, и о видах на будущий год, достаточно простым и внятым языком. А ссылка на это интервью находится под видео, которое вы смотрите в настоящее время. Удачи! И самый последний раз последний момент. Нам на канале Финверсия ТВ очень интересно ваше мнение относительно вероятности мирового кризиса в 2020 году. Поэтому в разделе сообщества на канале мы открыли опрос на эту тему. И будем благодарны вам, если вы выскажете свое мнение. Хотите познакомиться со своими установками о деньгах и поменять их на реалистичные? Не знаете, что мешает жить в достатке и мечтаете открыть для себя законы денег и времени? Желаете научиться использовать эти законы себе во благо? Стремитесь дать вашим детям знания о правильном обращении с деньгами? Хотите овладеть практическими приемами экономии и правильному шоппингу? Тогда этот видеокурс именно для вас. Бюро МКварта запускает новый проект, который ответит на все ваши вопросы. Психолог, бизнес-коуч, автор книги «Люди, которые играют в деньги» и «Деньги, в которые играют люди». Юлия Лукашенко прояснит вам нюансы прикладной экономики. Проект стартует 10 декабря. Регистрируйтесь на курс «Управление деньгами» по ссылке под этим видео. Регистрируйтесь на курс «Управление деньгами»